Попробую предложить вам еще одну такого типа задачу, более сложную, но может получится, может не получится. Но действовать надо совершенно так же, то есть рисовать таблицу из нулей и единиц и смотреть, как она устроена по столбцам. Так, ну давайте построим много-множеств, не А и Б, а А1 и так далее АМ. Не путать вот это М и вот это Н, это разные буквы, здесь Н элементов, а множество мы построим М. Блин, М может быть больше на этом, как хотите. Так, ну давайте вот так, что множество не пересекается. С какой вероятностью? С какой вероятностью они попарно не пересекаются? Выбрали М случайных независимых множеств, спрашивается, с какой вероятностью они попарно не пересекаются. Может быть 1 минус П в Н и все это в Н степени. 1 минус П в Н и все это в Н степени. Ну, почему минус П? Не торопитесь, вообще похоже на правду. Вообще на правду похоже. Предлагается ответ вот такой, 1 минус П в Н и все это в Н, да? Тогда вероятность того, что там будут все единицы. А зачем, и при чем здесь все единицы? А, все единицы это, это что элемент приближит сразу всем. А мы говорим про пары. А зачем нам смотреть на вероятность того, что элемент приближит сразу всем? Потому что хотим, чтобы они попало, не пересекались, они в совокупности. 1 минус П квадрат, это мы делаем для каждых двух. И еще умножим на С из Н под 2, это сколько всего пар? Как, 1 минус П квадрат на С из Н под 2, из Н под 2, да? Да. Ну, я вынужден вас, как называется, разочаровать в том ключе, что если, например, П у вас очень маленькая, да? То 1 минус П квадрат очень близко к единице. А С из Н под 2, это большое положительное число, если Н большое. Вы их перемножите, будет вообще больше одного. Вероятность не может быть больше одного. То есть этот ответ явно не похож на правильный. Нет, ну вы очень-очень близки к правильному ответу. Только вот говорить про все единицы в этом месте не нужно было. Вот первый ответ был близок к правильному. Вместо М, а 2? Нет, нет, не вместо М, а 2. Вот смотрите, вот рисуем этот столбец, да? Вот какая ситуация на самом деле для нас является плохой? В какой ситуации столбец плох? Когда все единицы. Почему когда все единицы? Вы не понимаете, когда все единицы, это плохо, если мы хотим запретить всеобщее пересечение. Когда я бы дверь, я бы дверь. Когда хотя бы две единицы. То есть одна единица хорошо и ноль единиц хорошо. Тогда вместо М надо было написать, что сочетание из М-Ку-2. Ну не совсем то же. Смотрите, давайте действительно. Для нас хорошо, для нас хорошо, если в этом столбце, зря я из единицы стал, кажется, вычитать. Значит, для нас хорошо, если в этом столбце ноль единиц или одна. Все остальные ситуации для нас плохи. Но с какой вероятностью здесь ноль единицы? То есть сплошные нули. Ку-ВМ. Ку-ВМ. Правильно. Ку-ВМ. Это вероятность того, что в столбце стоят сплошные нули. Теперь что там ровно одна единица? Ку-ВМ минус первой. Умножить на М. Это мы уже сегодня проходили, что К успехов с теми испытаниями вернули. Надо Ц из Н по К умножить. Ну, то есть надо прибавить М на, внимание, Ку-ВМ минус первой и на П. На П, потому что одна-то единица там есть. И она ровно одна. М это Ц из Н по одному. Это вот частый случай той динамиальной вероятности, которую мы сегодня вообще-то уже считаем. Помните, Ц из Н по К на П в Кат и на Ку-ВМ минус Кат. Вот это она и есть. Мы перебрали все случаи, которые нам благоприятствуют. Случай, когда все нули, и случай, когда ровно одна единица. Пользуясь независимостью, возводим в одну степень. Все, вот это правильный ответ. Правильно. По-моему, правильно. Все равно правильно. Ну да. Любые два множества. Вы начали с того, что говорили не про любые два множества, по сути, а про то, что они в совокупности не пересекаются. То есть, что пересечение всех этих товарищей пустое. Вот тогда действительно нам не благоприятствовала бы только ситуация сплошных единиц. Мы из единицы вышли бы П в М-той степени и возвели бы ВМ-той. Но это другое событие. Вот вероятность, которая здесь перечеркнута, это не вероятность того, что любые два не пересекаются, а вероятность того, что пересечение всех вместе пустое. Продолжение следует...